Теория критической расы, ТКР, стала спорной темой в последние годы, вызывая дебаты и обсуждения в различных областях. Родившись из юридической науки в конце 20 века, ТКР превратилась в фреймворк из следующей пересечения расы, закона и власти. Этот обзор направлен на предоставление всестороннего понимания теории критической расы, рассматривая ее происхождение, основные принципы, критику и применение в современном обществе. С уважением просим вас поддержать нас, поставив лайк, поделившись видео и подписавшись на канал. Ваша поддержка очень важна для нас. Исторический контекст. Теория критической расы возникла в 1970-х и 1980-х годах в ответ на традиционные подходы к гражданским правам, которые считались недостаточными для решения системных расовых неравенств. Юридические ученые, такие как Дерек Белл, Кимберли Криншоу и Ричард Дильгада, заложили основы для ТКР, подвергнув сомнению нейтралитет закона и выявив, как он поддерживает расовые иерархии. Исторический контекст ТКР необходим для понимания ее развития в рамках более широких движений за гражданские права и социальную справедливость. В этот период разочарования в медленном прогрессе в направлении равенства после эпохи гражданских прав привело к переоценке стратегий. ТКР возникла как теоретический фреймворк, стремящийся выйти за пределы юридических реформ, стремясь исследовать глубоко укоренившиеся структуры, поддерживающие расовую несправедливость и адвокации за более глобальное понимание системного расизма. Основные принципы В основе теории критической расы лежат несколько ключевых принципов, которые выделяют ее из обычного юридического анализа. Прежде всего, признание того, что расизм это не просто индивидуальный акт, а структурная и системная проблема, вложенная в общество. ТКР оспаривает идею цветовой слепоты, утверждая, что игнорирование расы поддерживает существующие неравенства. Кроме того, концепция интерсекциональности, представленная Криншоу, подчеркивает взаимосвязь социальных категорий, таких как раса, гендер и класс, формируя опыты и возможности индивидов. Это признание пересекающихся идентичностей способствует более нюансному пониманию того, как различные формы угнетения могут пересекаться, создавая уникальные вызовы для людей. Подчеркивая эти взаимосвязи, ТКР поощряет всеобъемлющий анализ динамики власти и поддерживает более инклюзивный подход к решению неравенств, учитывая сложные взаимосвязи различных социальных идентичностей. Таким образом, она предоставляет фреймворк, выходящий за рамки упрощенных анализов, признающий сложности взаимосвязи различных аспектов идентичности и их влияние на жизненный опыт. Критика теории критической расы. Несмотря на то, что ТКР завоевала популярность в академических кругах и среди активистов, она не обходится без критики. Некоторые утверждают, что она сущностно утверждает расовые идентичности, что может усилить стереотипы и затруднить искренний диалог. Критики также утверждают, что ТКР имеет тенденцию придавать приоритет групповой идентичности перед индивидуальным агентством, что потенциально ограничивает сферу личной ответственности. Кроме того, существуют опасения о практической применимости ТКР в различных контекстах и сомневающиеся выражают сомнения относительно ее применимости в областях, выходящих за пределы юридических исследований. Критики высказывают сомнения относительно возможности ТКР создать менталитет, мы против них, усиливая расовые напряжения, вместо того, чтобы способствовать пониманию. Кроме того, акцент на системных проблемах иногда ведет к недооценке индивидуальных опытов и агентства, возникает вопрос о балансе между признанием структурных неравенств и признанием индивидуальных усилий к изменению. Взаимодействие с этой критикой является необходимым условием для всеобъемлющей оценки воздействия и эффективности ТКР в решении расовых неравенств в разнообразных общественных контекстах. Применение в образовании. Одной из важных областей, где теория критической расы была применена, является область образования. Защитники аргументируют, что ТКР предоставляет ценный фреймворк для понимания и решения образовательных неравенств. Анализируя политику, учебные программы и институциональные практики критическим взглядом, педагоги могут выявлять и бороться с структурами, поддерживающими расовые неравенства в школах. Это применение ТКР поощряет всесторонний анализ исторических и системных факторов, влияющих на образовательные результаты, способствуя более инклюзивной и справедливой образовательной среде. Тем не менее, оппоненты утверждают, что применение ТКР в образовании может привести к разделяющим идеологиям и ограничивать академическую свободу. Критики высказывают опасения, что эксклюзивное внимание к расе может заслонить другие факторы, вносящие вклад в образовательное неравенство. Кроме того, существует беспокойство о том, что акцент на системной критике может ограничивать открытый дискурс в классах, потенциально подавляя разнообразные точки зрения. Работа с этими проблемами при использовании принципов ТКР для формирования образовательных политик остается сложной задачей, подчеркивая необходимость сбалансированного подхода, который учитывает структурные проблемы, не жертвуя при этом академической свободой и стремлением к знаниям. Юридические последствия и трудности Корни теории критической расы в юридической науке очевидны в ее исследовании того, как закон способствует расовому угнетению. Одним из ключевых вкладов ТКР в юридический дискурс является исследование сходимости интересов, идея о том, что успехи в области гражданских прав происходят, когда они соответствуют интересам тех, кто у власти. Эта перспектива вызывает сомнения в предположении, что изменения в законодательстве обусловлены исключительно стремлением к справедливости, подчеркивая необходимость более тонкого понимания юридической динамики. Анализируя, как юридические структуры могут как поддерживать, так и бороться с расовыми иерархиями, ТКР подталкивает к переоценке роли правовой системы в поддержке или смягчении системных неравенств. Однако применение ТКР в юридических контекстах сталкивается с проблемами, включая сопротивление тех, кто рассматривает его как отход от традиционного юридического анализа. Нахождение баланса между признанием исторических несправедливостей и обеспечением честных и беспристрастных юридических процессов остается сложной задачей, подчеркивая текущий диалог о роли теории критической расы в формировании юридических структур, способствующих справедливости и равенству. Интерсекциональность и феминизм Концепция интерсекциональности Кимберли Криншоу, уголовый камень ТКР, также повлияла на феминистский дискурс. Интерсекциональный феминизм признает взаимосвязанную природу различных социальных идентичностей и то, как они пересекаются, создавая уникальные формы угнетения. Внедрение интерсекциональности в ТКР расширило дискуссии вокруг гендера, расы и других аспектов идентичности, предоставляя более инклюзивный фреймворк для решения неравенств, с которыми сталкиваются маргинализованные группы. Общественный дискурс и контроверзии. Теория критической расы оказалась в центре политических и социальных дебатов, где политики, педагоги и общество выражают различные точки зрения. Некоторые утверждают, что ТКР – это неотъемлемый инструмент для понимания и ликвидации системного расизма, в то время как другие видят ее как разделяющую идеологию, которая способствует жертвенности. Контроверзии, связанные с ТКР, поднимают вопросы об академической свободе, роли образования в решении общественных проблем и балансе между признанием исторических несправедливостей и поощрением единства. Глобальные перспективы на ТКР. Хотя теория критической расы имеет свои корни в Соединенных Штатах, ее влияние выходит за пределы национальных границ. Ученые и активисты по всему миру адаптировали и применили принципы ТКР для анализа и решения расовых неравенств в разнообразных контекстах. Однако восприятие ТКР различно с теми, кто видит в ней инструмент для социальных изменений, и теми, кто критикует ее как культурно и контекстуально специфичную для американского опыта. Теория критической расы с корнями в юридической науке и междисциплинарным влиянием предоставляет линзу для анализа и борьбы со системным расизмом. Ее принципы проникли в различные области, вызвав обсуждение вопросов расы, власти и справедливости. Несмотря на поддержку за ее инсайты, она также столкнулась с критикой за потенциальные подводные камни. Понимание исторического контекста, ключевых принципов, критики и применение ТКР необходимо для участия в смысловых беседах о расе и стремлении к включительным социальным изменениям.